Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору, высокую, особо их одних, и преобразился пред ними, одежды его сделались блистающими и весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Пётр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисея одну и одну Ильи. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе, и явилось облако, осеняющее их, и из облака исшёл глаз, глаголющий, «Се есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте!» «И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Аминь». Это удивительное повествование стало причиной того, что мы здесь, братья и сёстры, мы многократно читали эти слова, и они являются неким прообразом для нас. Знаете, не случайно много лет назад, в XIII веке, а если быть точно, в 1227 году, были книги, ну вообще, Писание, Священное Писание поделено на главы. Потом уже дальше, в XVI веке, главы были поделены на стихи. Это было одно длинное такое повествование, история, как если бы мы читали какую-то просто обычную книгу, не видели бы ни глав, ни стихов. И вот тот человек, кардинал, который это делал, он не случайно поставил, получается, как будто один стих лишний в этой главе. Но на самом деле, глава 9 начинается о словах, которые были сказаны за шесть дней до того, как произошло непосредственно преображение. И эти слова были сказаны ученикам. Истинно, я вам говорю, что некоторые из вас увидят Царство Божие. Это наша мечта, наше желание всех христиан увидеть Божье Царство. Не просто Царство Христово внутри нас, но увидеть Его в силе, в славе и в могуществе. И вот проходит определенное количество дней. Мы не знаем, сколько это дней, но мы знаем, что 7 дней – это определенное количество полноты. И вот прошло 6 дней, и это тоже какое-то условное значение для нас, но мы не будем на нем обострять внимание, а лишь скажем о том, что Иисус принимает решение взять своих особых учеников для того, чтобы показать им силу власти и могущества. Показать им нечто. Что же Он им показал? Давайте коротко, просто перед нашей молитвой увидим это. Вокруг Иисуса стояли двое ветхозаветных величайших людей, которые беседовали с Ним о Его исходе. И это не просто были обычные люди. Мы не увидим там Авраама, мы не видим там Давида, мы не видим там Даниила, мы не видим там Иова. Может быть, вы назовете любимого своего, скажем, пророка или представителя Ветхого Завета, но там его нет. Может быть, он есть из тех, кто там был. Но почему именно Моисей или я? Возможно, братья еще будут об этом говорить, но, и знаете, для нас это образ. Смотрите, Иисус сказал, что некоторые стоящие здесь увидят, увидят Царство Божие. Я хочу, чтобы мы сегодня задумались, что Царство Божие, это не просто рядом с Иисусом будут любимчики или хорошие люди. Нет, хотя непосредственно всех, кого я назвал, в Ветхом Завете, это были прекрасные Божьи человеки. Но Царство Божие, оно не про это даже. В Царстве Божьем будут те, кто должен быть по своему призванию, чьи имена записаны в книге жизни, те, кто должен быть по своему призванию. Смотрите, Иисус пришел исполнить закон и пророков. И поэтому там должны были быть представители закона в лице Моисея и представители пророков в лице пророка Ильи. Но для нас это образ, что в Небесном Царстве, где мы будем, Иисус Христос, там будут, когда Он будет преобразиться во всей своей славе, и нечто подобное видел Иоанн, когда мы это видим в книге Откровения, когда Господь предстал пред Ним в славе и силе, то вот этот принцип для нас очень важный, братья и сестры. Записано ли имя Мое в книге жизни? Не потому, что я что-то могу хорошее сделать или еще что-то. Иисус говорит в послании Иоанна, отвергающий Меня и не принимающих слов Моих, смотрите, Он имеет судью себе, это Слово. Он говорит, Оно будет судить Его в последний день. Я не сужу этого человека, Слово будет судить в последний день. Поэтому настанет тот момент, когда Слово само по делам, оно будет определять, будем ли мы с Господом или нет. Для нас это очень важно. Также я хочу подчеркнуть мысль, что преображение, оно может влиять как в положительную сторону, так и в отрицательную сторону. Преображение, смотрите, когда... То есть мы должны понимать, что истина, она не может делать нас равнодушными. Преображение, когда мы читаем, был неправильно сделан выбор, скажем так, выбор, он преображает либо в хорошую сторону, либо в отрицательную сторону. И Адам и Ева сделали выбор в пользу зла, и поэтому земля стала давать им волчцы, терны и так далее, и так далее, сорняки. И потом мы видим, человечество настолько изменило, что Бог в лице только одного ноя спасает весь род. потому что люди стали похожими на животных. Люди, то есть их преображение, их воля, оно стало в деструктивную сторону уходить. Что происходит с нами, братья и сестры? В книге Откровения мы читаем, что неправедный пусть еще делает неправду, святой досвящается еще. Это значит, что истина сегодня, она не дает нам права, или как бы, слыша истину, мы не имеем права оставаться прежними. Либо мы будем расти, либо мы будем стагнировать, либо мы будем доверять Богу, либо мы будем скрываться от Него, как это делал Иона в свое время. Вот что делает для нас Откровение Божие. Поэтому преображение Господня – это образец того непрерывного процесса освящения, который должен быть в нашей жизни. И в первом послании Петра, 2 глава, 10 стих сказано, «Некогда не народ, а ныне народ Божий». То есть сегодня мы имеем с вами силу, преображающую нас. Это Божье действие в нашей жизни. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Сегодня помилованы. Сегодня Божий народ. А что требуется от Божьего народа? Быть похожими на Христа. Это очень интересно и важно. Знаменитый поэт 18 века Аполлон Майков сказал, знаменитый такой вот, и у него есть четверостишия, «Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». И вот интересные аналогии он приводит. Чем ночь темней, тем всегда ярче звезды. И эта конкретная, вот эта третья срочка его стихотворения, она отражает вот эту мысль книги Откровения. «Неправедный пусть делает неправду, святой доосвящается еще». То есть, другими словами, история движется к преобразованию христиан и к преобразованию нечестивых людей в худшее еще более состояние. Мы сегодня отдаляемся. То есть, мы должны отдаляться. То есть, сегодня мир становится еще более безумней, а христиане, дети Божьи, должны быть еще более святее. Вот, что нам показал Господь на горе преображения. И поэтому в наших молитвах воздадим Господу славу за то, что Он показал, что сила и власть, она уже совершилась, и она в руках Господа. И был глаз написан с неба. Вот, посмотрите на Христа, Его слушайте. Все, что Он скажет, делайте, как Он. Поэтому вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог, да, и Слово стало плотью. Поэтому и обитала с нами полная благодать и истины. Слово Божие, да, Слово – это Слово Божье, это Священное Писание, это Дух Христа, Его Слово. Оно нам дано, Его слушайте. Поэтому для нас простая параллель. Если мы хотим сегодня преображаться, не деградировать вместе с этим миром, а преображаться в Его образ, облик, мы должны слушать Его Слово, мы должны слушать Иисуса. То, что Он нам говорит, братья и сестры. Хочу еще раз заострить внимание, что рядом с Ним были те, кто были в Его призвании. Представитель закона Моисей, представитель пророков Илья. Рядом с Ним в вечности будут те, кто записаны в книгой жизни. Не те, кто попытаются понять туда, не те, кто проникнуть по каким-то признакам, я не знаю, по добрым делам, там будут только те, чьи имена записаны в книгу жизни. Воздадим Богу славу за то, что имена наши записаны в книгу жизни, за то, что Господь показал нам образец того, что человек может меняться и преображаться. Вспомните Петра, вспомните самого гневного, может быть, бывают гневные люди, и сегодня мы их знаем как кротких людей. Люди делали преступления, но сегодня они совершенно другими. Благодаря кому? Его слушайте. Благодаря Слову Иисуса Христа, благодаря тому, что они открывали свои уста и слышали Божье Слово, молились, просили прощения на Божий призыв. Поэтому пусть имя Божье будет благословенно. Аминь.